Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно приветствую и поздравляю с нашим исконерским праздником Недели всех святых в земле российской просеявшей. Этот праздник был установлен в начале 20 века, в времена тяжелых испытаний, когда начались первые гонения на церковь, и вот на первом соборе, который избрал патриарха Тихона на Всероссийский престол, и был установлен этот праздник поддержания, защиты и прославления всех святых в земле российской просеявшей. И надо сказать, это было мудро сделано, поскольку этот список всех святых на протяжении с 2017 года до годов за годы гонения советской власти очень сильно пополнился и обновился любомучениками и исповедниками российскими, нашими соплеменниками, которые были прославлены, которые мы уволимся и подопоминаем до сегодняшнего дня. К сожалению, мы по своей скудости ума мало знаем имена святых угодников Божьей, кроме тех, которые распространены, Святим Саровский, преподобный Сергей Радонский, Андрей Руглев, преподобный Никон и другие. Но это целый сон громадных святых, который мы с вами перечисляем раз в год, и вчера во время лечебного богослужения в зале Тией, кто был, мы большую часть имен этих прочитали. Среди этих имен, помимо преподобных отцов, матерей, пустынников, священнослужителей, диканов, пономарей и так далее, есть очень много простых людей, наряду с тем, что есть много и великих княгинь и княжон, которые тоже были прославлены. И не случайно лик мучеников российских открывает великие князья российские веры, мученики Борис и Глеб, князья, с которых, собственно говоря, и начиналась эта великая книга нашего святых угодников Божьих, великое их житие, и которая продолжается до сегодняшнего дня. Помимо известных у нас святых, есть Соловецкие старцы, Валаамские, Оптинские старцы, подвижники Северной, Фибаиды, как мы их называем, это святые, которые подвязались в Вологодской епархии, в Вологодской области, такие как преподобные Павел Адмурский, Дионисий Гнишевский, Павел Камильский, Арсений Каневский, святые Киево-Печерской, Псково-Печерской лавры, преподобные на Кавказской горах, которые жили, и тысячи и тысячи, которые нас окружают. Исвестны вам Сергии Герман Балаамский, Сергий Зосимов, Саватий Соловецкий, тоже наши святые, которые прославились в определенных местах и в определенное время. И, конечно же, всякое государство сейчас, в настоящее время, характеризуется прежде всего развитием мощной экономики, развитием хорошей, доброй жизни для людей, живущих в этом государстве, чтобы они были всем довольны, не умирали с голода, питались, учились, воспитывали детей и так далее. Но на самом деле, самый бесценный вклад, который имеет Россия и, может быть, еще несколько государств, это духовный щит, тот щит духовной веры, который создали наши святые годники Божии, земля нашей, российский фроссияж. Он великий и громаден, это тысячи и тысячи людей, которых мы знаем, которых мы прославляем, но вместе с тем еще есть десятки, если не сотни тысяч людей, которые мы не знаем, которые подвязались, не молились за Христа, за Церковь и составляли нашу духовную защиту, духовный щит. И вот до тех пор, пока этот духовный щит мы будем поддерживать, молиться и вспоминать о них и пополнять его нашими новыми мучениками и просто святыми годниками Божьими, этот духовный щит будет самым мощным защитой нашей России, нашего Отечества от всех напастей, несмотря, может быть, не на такое высокое развитие экономики и других сфер в нашей социальной жизни, в которой мы пребываем. Преподобный Устин Севский говорит о том, что русская душа – это самое драматическое поприще, на котором беспощадно сражаются ангелы и демоны. Собственно говоря, то же самое слово сказал Федор Достоевский. И сердце из поля битвы, дьяволу и богу каждого человека. И рай русской души представляет богоносца, крестоносца земли русской, русские святые, от святого благоярного князя Владимира до Тихона Исповедника и до последних новомучеников Исповедников Российских, которые мы расслабились сейчас. Русские святые – это наша живая нить, это наши предки, это наши родственники. И сегодня в молитве не случайно прозвучали слова о нашей родственнике, наши родители, наши праотцы, отцы – это вы, это мы, плоть от плоти и кровь от крови от вас, и вас мы прославляем, и к вам прибегаем, и вашей милостью живем до сегодняшнего дня. И Антон Тавух говорит такие замечательные слова, что жертва мучеников обладает притягательность силы. Она винит в церкви, ее благородство и красота. Голос мучеников убеждает и притешает, а смерть ведь не есть смерть, а жизнь бесконечная. И слова еще последние хотелось прийти к Седору Николаевичу Достоевскому, который сказал, Россия для того и живет только, чтобы сохранить христианство, кончится вера у Христа, кончатся и русские народы. Я тут раз, чтобы он опробует, что не случайно весь мир ополчился теперь на нас, на наш русский народ, на наш духовный щит, на наших русских святых, которые выступают нашим защитникам с тем, чтобы побороть христианство, убрать его с лица земли, дабы творить то беззаконие, которое творится в земле. И мы непрестанно и сегодня в том числе возносим молитву наших воинов, просим, чтобы Господь даровал вам победу, хотя и с той, и с другой стороны гибнут наши русские люди, украинцы такие же русские, как и мы. Это такое умопорачивание сейчас настало у них всемирное, но гибнут и обслуживают интересы американцев, 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 регистраторов, и не хотят покаяться, примириться и встать на опору мира и исправления. Но я надеюсь, что до тех пор, пока мы будем молиться, будем пресчастаться в Титр Старухтай, будем почитать наших русских святых и всех святых вообще на земле существующей. Этот духовный щит будет укрепляться и будет охранять нашу страну, нашу державу, каждую из нас и все наши семьи. Все святые земли российские, просеявшие, молите Бога о нас. Еще я хотел сделать два объявления по благословению святейшего патриарха Кирилла за сегодняшним богослужением и на протяжении этой недели за следующим воскресным богослужением будут соберутся пожертвования на помощь тем людям, которые пострадали при затоплении, разрушении Каховской ГЭС и Росонской области. Сильно пострадала по этой средствам, которые мы соберем, куда отправим в Тархиев и дали для нужд этого народа. И еще я хотел обратить ваше внимание на то, что ввиду того, что у нас немножко люди привыкли опаздывать на литургии, приходят не вовремя. Мы теперь исповедь начинаем раньше, в 9.30 утра на позднюю литургию, в 6.30 на раннюю. Пожалуйста, приходите к этому времени, исповедуйтесь, спокойно поговорите со священником. Ибо когда вы приходите позже, вы исповедуете позже. В итоге пора причащаться, а люди идут, идут, плащут, каятся и так далее. Придите вовремя, через вечер еще лучше покайтесь, придите в порядок и спокойно причащайтесь. В 6.30 на раннюю литургию, в 9.30 на позднюю, ну и в будние дни, соответственно, в 8.30 утра. Кто хочет причаститься, соблаговолите, надеюсь, не пора чистать, прийти, поисповедоваться, не торопясь, не наводя панику. Вам будет удобнее и нам тоже будет гораздо удобнее, и будет лучше, поскольку мы не будем торопиться, а будем все, что будет делать в новом время. Всех вас поздравляю с праздником принятия Святых Христовых Тайм, с Днем всех святых земли Российской Прослеяшки. Храни вас всех, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok